Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги «Царство». Сегодня мы будем читать десятую главу этой книги. Главная тема – Иафф поражает войска мавитян и сирийцев. Второе поражение сирийцев принуждает их царей заключить мир с Израилем. Эта глава начинается словами «Спустя несколько времени умер царь Амманицкий, и воцарился вместо него сын его Анон. И сказал Давид, окажу я милость Анону, сыну Иасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его, и послал Давид слуг своих утешить Анона об отце его». Вот эти слова «окажу я милость» – древнееврейская фраза в оригинале, она свидетельствует о том, что между израильтянами и аммонитянами существовал некий формальный договор. Возможно, этим объясняется отсутствие сообщения о войне, собственно говоря, с аммонитянами. Потому что о войне с другими племенами, которые окружали Израиль, сообщается, и мы об этом читали ранее. Итак, царь Давид узнал, что умер соседний царь, и он посылает делегацию людей, которые должны пойти и оплакивать умершего царя, почти союзника. «И послал Давид слуг своих утешить Анона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю аммонитскую, но князья аммонитские сказали Анону, господину своему, «Неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» А чему нас может научить христиан? Вот все это обстоятельства, этот текст. Мы должны оплакивать даже людей, которые не принадлежат к нашей вере. Например, сосед по подъезду умер, мы должны обязательно прийти в этот дом, принести какое-нибудь минимальное пожертвование для этой семьи и высказать наше сочувствие. В противном случае этот текст, это обстоятельство, ничему бы нас не научило. А Писание — это господнее руководство к действию. Но получается так, что сын покойного царя, скорее всего, это молодой человек, потому что молодости свойственно прислушиваться и прислушиваться к таким же молодым, неопытным людям. А те сразу восприняли, что это не делегация на похороны, а какие-то разведчики. Пришли все высмотреть, все рассмотреть, разузнать, а потом напасть. И Анон пошел на поводу этих молодых людей. Это очень опрометчиво. Молодые люди всегда должны советоваться с людьми в возрасте. Тот правитель, который опирается на молодых, это безумец, который разрушает свою собственную страну. Именно так сын Соломона Робуам разрушит единство. Эр-Цесраэль, земли Израиля. «И взял Анон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды и обрезал одежды их наполовину до чресел, до чресел, в оригинале до ягодиц, и отпустил их». То есть это было надолгательство, с помощью которого этот неопытный правитель хотел сказать, «Я понял, что это за плакальщики прибыли. Это шпионы, разведчики, и вот я так с ними поступаю». В то время это считалось страшное оскорбление. Борода — это символ мужественности. И есть закон не остригать края бороды. Эти законы были действованы в ветхозаветные времена. И только в христианской традиции ситуация немножко изменилась. «Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчестенны». Они не могли появиться в Иерусалиме в таком виде. «И велел царь сказать им, оставайтесь в Иерихоне, кстати, Иерихон — это проклятый город, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Конечно, их сразу одели, чтобы срамота не была видна. И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида. И послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрехова и сирийцев Сувы 20 тысяч пеших. У царя Амалекитского Маахи тысячу человек, из Истова 12 тысяч человек. Когда услышал об этом Давид, то послал Иава со всем войском храбрых. Иав — это тяжелый человек, это сложный человек. Именно он погубил Авенира, и мы это помним. Это мстительный человек. Но это талантливый военачальник. И хотя Давид в некотором смысле проклял его, и это проклятие ляжет на голову Иава, он продолжает пользоваться его услугами. Когда услышал об этом Давид, что армию наняли против него, то послал Иава со всем войском храбрых. И вышли Аммонитяне и расположились к сражению у ворот, а сирийцы Сувы, Ирехова и Истова, то есть наемники, и Маахи встали отдельно в поле. Кстати, наемники всегда предпочитали воевать отдельно от тех людей, которые их нанимали, и об этом здесь так и говорится. «И увидел Иав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле, то есть самых опытных витязей, и выстроил их против сирийцев, потому что, собственно говоря, опытные воины — это наемники. А остальную же часть людей поручил Авесе, брату своему, чтобы он выстроил их против амонитян, то есть тех, которые сами не способны были воевать с Давидом, и вот деньгами откупались, нанимая наемников. И сказал Иав, «Если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне, а если амонитяне тебя, ну это уже какая-то условность, а если амонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь, будь мужественен, и будем стоять твердо за народ наш и за город Бога нашего, а Господь сделает, что ему угодно». Вот здесь этот, в общем-то, грешный человек, Иав, говорит очень великие слова. Достойная пророка слова. Человек, который под проклятием от Давида за убийство Авенира. Слушаемся в эти слова. «Будь мужественен и будем стоять твердо за народ наш и за город Бога нашего». То есть мы со своей стороны должны сделать все, что мы можем. Но это еще ничего не означает. А Господь сделает, что ему угодно. Во всем христиане должны следовать этому принципу. Да, когда мы выполняем какую-то работу, мы стараемся сделать все абсолютно правильно, абсолютно точно. Но человек предполагает, а Бог располагает. Это поистине пророческая мудрость в устах не очень богочестивого человека. «И вступил Иав, и народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сирийцы, то есть наемники бегут, побежали от Овесы и ушли в город. И возвратился Иав от Аммонитян и пришел в Иерусалим. То есть одержана победа. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались и вместе. То есть они хотят теперь уже не только отстаивать того, кто их нанял, а отстоять имя сирийца, как опытного воина. Сохранились древние изображения сирийских убойнов. Это люди с такой крученной броней и длинные бороды с завитушками, вооруженные щитом, копьем, у бедра меч или топор. Здесь уже на кон поставлена репутация этих людей. Они не справились с заданием, которое им поручено. Сирийцы, видя, что они поражены израильтянами, собрались и вместе. И послал Адразар и призвал сирийцев, которые за рекою Халамаком. И пришли они к Эламу. А Сувак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян. Если в случае стычки с оскорбителями определенную группу берут людей, то когда все сирийцы поднялись, Давид собирает всех израильтян. Что значит всех? Способных к войне. Это от 20 лет до 50-60. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех израильтян и перешел Иордан, и пришел к Эламу. Сирийцы выстроились против Давида и сразились с ним. И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 тысяч всадников поразил и военачальника Савака, который там и умер. То есть там и умер, то есть на поле сражения. Когда все цари, покорные Адразару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с азраильтянами и покорились им. Ассирийцы боялись более помогать аммонитянам. Вот здесь мы видим в этой голове как легкомыслие молодого человека, который поверил в эту историю со шпионами, как это чуть не погубило всю его страну. Поэтому очень важно, когда мы руководствуемся волей Бога во всем. Но самый главный урок из этой главы это слова Иава, когда он сказал «Будь мужественен и будем стоять твердо за народ наш, за город Бога нашего, а Господь сделает что Ему угодно». Может действительно все продумать, сделать все правильно, все просчитать, а вот Господь всегда сделает так, как Ему угодно. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...